Есть доклад номер один компании Кроу, в которой говорится, я его читал и я вам дословно говорю, в которой говорится, что в ноябре 2014 года на пять компаний офшорных Шора, там так и сказано, было перечислено 13,4 миллиарда леев из банка Сочала. В банк Сочала эти деньги поступили из Унибанка, из банка Диэкономии. И на тот момент по курсу это и составляло миллиард долларов. Вот оттуда и пошел этот миллиард, вот оттуда пошел этот миллиард. В докладе Кроу говорится, что основной роль в выводе фальшивых кредитов из банковской системы, там написано, играла группа компаний Шора, это цитата, группа компаний Шора. Что случилось? Шор был арестован. Он был сначала свидетель, потом он был обвиняемый. Потом он написал донос на Филата, потом он написал донос на Платона, наверное, дальше напишет на Усатова. Он на всех напишет донос, чтобы ему изменили его статус с обвиняемого на свидетеля. В Уголовно-процессуальном кодексе есть такой пункт, что если ты сотрудничаешь со следствием, тебе могут изменить статус. Ты уже не обвиняемый, а ты уже свидетель. При этом он все равно находится под домашним арестом. Его Плохотнюк держит на крючке. То есть он его заставляет писать доносы на всех своих врагов только для того, чтобы сохранить ему свободу. И может случиться момент, когда те же американцы потребуют от Плохотнюка все-таки еще какие-то меры предприменять по этому миллиарду, и они сдадут Ишора. Это может быть и такое. Что касается парка, ну это хорошо, понимаете. Если бы я украл миллион и сделал вам ремонт на 10 тысяч долларов, вы бы, наверное, были счастливы. Но это неправильно. Вот сейчас идет реконструкция Кишиневского аэропорта. Вроде красиво. Там один зал отремонтировали, другой зал отремонтировали, парковку сделали. Но сказал директор Национального центра по борьбе с коррупцией Верел Китрару, не я сказал, генерал Китрару, что инвестиции в аэропорт осуществляются из украденного миллиарда. То есть вроде аэропорт реконструировался, красивое дело нет, но это делается на ворованные деньги. И это неправильно.